На протяжении более двух тысячелетий войлочные юрты были непременным элементом пейзажа наших приданских степей. За это время их конструкция неоднократно менялась. Сейчас же, чтобы увидеть юрту, надо отправляться в степи Забайкалья или Казахстана. В музее Атрара представлены не только археологические находки, но и этнографические экспонаты. Среди них традиционная юрта. Конечно, она не совсем такая, как в эпоху Золотой Орды. Но некоторые представления о быте эпохи кочевников вы сможете получить. В традиционных юртах всегда есть разделение на правую и левую половину. Правая считается мужской, левая – женская. Но есть такая маленькая деталька, что право-лево считается не от входа. То есть как человек вошел, поэтому у него будет справа как бы одно, а слева – другое. А считается от ТОРа, то есть главного, самого торжественного места, в центре которого обычно стоит сундук, и на нем постельные принадлежности. Именно во времена ТОРа всего считается от этого, самого главного в юрте. То есть сидит хозяин юрты около этого ТОРа. И справа, стороне от него, самый главный, самый значащий мужчина. Здесь, конечно, немножко, на мой взгляд, чуть-чуть нарушены эти вещи, но тем не в традиционной юрте это так, как я говорил. Валентина Сираж, Андрей Масловский, отдел археологии Азовского музея, заповедника.